Дорогие зрители, мы с вами на Кузнецком мосту и пересечении улицы Рождественной. И смотрим на прекрасное здание Центрального офиса Банка Москвы. Это здание было построено в 1898 году к заказу учредителя Московского Международного торгового банка Назаря Полякова, архитектор Семен Эйбушиц. Прототипом здания на Кузнецком мосту служил банк Святого Духа в Риме. Это 16 век, первая половина. Архитектора Антонио да Сангайли, младшего. Это здание было сооружено специально для банка, специально для банковских нужд, как и по его прототипу, банк Святого Духа в Риме. Вот полюбуйтесь еще раз на это величие, которое создает дом Кузнецкому мосту. И мы сейчас пойдем по Кузнецкому мосту, его начало. Мы с вами на Кузнецком мосту, дорогие зрители. Кузнецкий мост – это историческое место, любимое место многими москвичами. Это целый квартал, который создал еще в 15 веке Аристотель и Равантия. Пушечный двор. Здесь или здесь? Пушкарьи, вкуснецы из Новгорода. Хорошие мастера, которые и последний их отдал название вот этому району. Ну, в общем-то, здесь есть пушечный, осталось, и Пузнецкий мост. Пузнецкий мост, действительно, мы сейчас находимся на нем, и он пересекал вот в этом месте Неглидную. Екатерина II решила Неглидную сохранить в виде канала. Но потом не хватило средств, потому что все средства уходили на строительство новой столицы Петербурга. И Неглидную беспощадно и бесповоротно загнали в трубу. Не только в Александровском саду она выскакивает на рожью, в виде фонтанов. Такой замечательный район. Пузнецкий мост. Ну, после Пушкарей, в Усть-Мастер-Вегиста, мы тянулись дворяне, знать. И эта улица в конце XVIII века стала очень модной, французской улицей. Здесь были самые модные магазины, рестораны. А Франция в плотах москвичей – это символ роскоши, свободы и вкуса. Что было подражание у Франции? Ну, во время Отечественной войны в 1912 году, когда Москва горела, здесь все сохранилось, потому что здесь жили французцы, войска французские. И после войны, уже когда забыто были все ужасы войны, опять мода на французское вернулась. И мы находимся сейчас в том месте, в котором примерно так все и было. В начале, в конце XVIII – начале XIX века.